Здравствуйте всем ребятушечки! Как вы уже могли заметить, я приехал в Питер. Это Ленобласть, город Мурино. Мой родной город, где я раньше давно жил, где начался мой канал, короче. Сегодня я буду драть помойки. Я заметил, что в прошлом видео вам не понравилось, да, вот этот прикол с деньгами. Так это все мы на приколе с другом сняли. Мы думали, вы поймете, угарнете, лайк поставите. А вы начали там в комментариях меня хейтить вот это. Это вообще-то незаслуженно. Я как бы тоже старался. Это было нелегко все это организовать. Думал, вы поугараете, но ладно. Короче, ставьте лайк на этот ролик. В этом ролике будут трушные помойки. Посмотрим, что мы найдем. Никаких приколов там, блядь, не будет. Ни с какими подкидами. Все будет на реальных событиях. Что найду в помойке, то вам и покажу. Помоечка кормит, одевает. Вот я уже шапку на помойке приодел. И вот такие лапти на два размера больше моих ног. Но ничего страшного, в ребятке. И Димочка скоро приедет и буду с ним драть помойки. А сегодня я с Максуткой. Вот это Максим. Тот самый Максим. Димон вообще друг. Потом и мой друг. И мы с ним роемся в помойках теперь. Пока Димечки нету. Вот такой у него стиль. Тоже залутник номер два. Мопед я себе приобрел. Смотрю и какой. Это Сюм Джеорайт 200 на 200 кубометров мотор-цилиндр. Едет 120 километров в час. Для помойки самое то. Вон уже первые находки в сумочке лежат. А вон Максима Мопед. А вот помоечка. Мы тут уже поднабрали чуть-чуть находок и двигаемся дальше. Глаза крокодила. Я уходила. Разъебана вагина. Нахуй садила. Так, кикать очень больно. Мне подошва тонкая. Тут 200 кубов. Стартер я не могу пока починить. Все, это уже успех, ребятки. Все, поехали на помоечки муринские. Питерские. Нифига себе, ребят, что тут в Мурино происходит. Машина сгорела топовая. Блин, обидно. Жесть. Ребятушечки, в прошлых роликах я вам рассказывал про сайт Mystery Box Online. Это супертоповый сайт, где большое количество различных сюрприз боксов. И ни для кого не секрет, что на этом сайте я лутаю топовую технику, грубо говоря, за копейки. Давайте покажу вам, что это такое. В общем, на сайте представлено большое количество различных сюрприз боксов. Самое главное, что сайт честный. Работает уже где-то 5 лет. Мне тоже приезжала техника, подписчикам приезжает техника. Ну, то есть, никакого обмана здесь нет. Итак, ребят, смотрите. Сюрприз боксов очень много. А еще есть крутая фишка у Mystery Box. Когда закидываешь 5 тысяч на баланс одним платежом, тебе сразу выпадает вот такой вот золотой бокс, который можно открыть совершенно бесплатно. Давайте это сделаем и посмотрим, что мне там выпадет. Вот, видите, открыть за 0 рублей. Это же просто подарок. То есть, просто ребята, ну, так, респектуют и дарят мне технику. И любому, так, человеку, кто на пятеро закидывает. Так, Hoco Pro. Я выиграл. Ну, неплохо, пригодится. Давайте, в общем, открывать какие-то уже сюрприз боксы. Я думаю, открою бокс каждый день. Посмотрим, что мне здесь выпадет. Так, что у нас тут есть? AirPods, какой-то на Android телефон. О, JBL колоночка вот эта пригодится. Ну, посмотрим, что там выпадет. Стоит этот бокс 198 рублей, стоит открыть. О, вот это вот надо. Разведлитель. Ну, типа USB-хаб для ноутбука с Type-C-шечкой. Вот это надо. Мне вот очень нравится Mystery Box с тем, что тут вот техника выпадает, которая, допустим, мне не нужна. Я ее могу продать и все. Типа бабки в обратку забрать. Так, Powerbank U3. Средняя розничная цена 400 рублей. Пойдет, кстати. Мне для работы всегда Powerbank нужны. Много Powerbank не бывает. Так. Капец, ребята. Макбук был прям очень рядом. Так, что это у нас? Selfie Stick. Прошлый век. Я его продам. Нафиг он нужен? Ну, все равно прикольно. Он стоит 500 рублей. А Box 198. То есть, тут прям окуп. Так, надеюсь, вот сейчас прям что-то прям кошерненькое такое выпадет. Что это за вибратор? О, магнитный держатель. Стоит 2000. Какая-то интересная очень вещица. Но я потом ознакомлюсь. Ну, тоже окуп. Так, 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 так. Че это такое? Нифига себе, ребят. Это че такое? Это мультитул в ножик. Сколько он стоит? 26 990 рублей. Ебать, я таких цен просто на ножи никогда не видел. Так это очень нужная мне вещь. Но его, я думаю, по-любому оставлю. Охренеть, я открыл бокс за 198 рублей, а выиграл 26 тысяч рублей, грубо говоря. Потому что этот нож же можно продать. Это какой-то супер топовый нож. Короче, ребят, этот нож я по-любому себе заберу. От такой халявы грех отказываться. Итак, давайте, короче, продадим вот то, что мне не надо. Так, что у нас тут? Селфи-стик продать за 140 рублей. Магнитный держатель, в принципе, мне тоже не надо. Так, разветвлитель тоже не надо. Пауэрбанк тоже. У меня их штук 10. Ну, хока-провод тоже. У меня этих проводов очень много с помоечки. А вот этот вот мультитул я по-любому закажу, ребят. Итак, давайте двигаться дальше. Великолепный топчик. Давайте большой куш. Тут есть у нас камера Sony. Мне как раз вот нужна для съемок. Может, повезет, выиграю эту камеру. Так, что у нас тут? Аирподсы. Ну, в принципе, техника топовая. Короче, он стоит этот бокс 594 рубля. Ну и давайте, открываем. О, игровые наушники Максом. Нет, а шляпа китайская. Но они, кстати, стоят 1000 рублей. В принципе, тоже окуп пойдет. Так, давайте дальше крутить. Я, конечно, рассчитываю какую-нибудь вот камеру бы хотелось. Вот там Сонька была, мне как раз нужна для съемки. Так, спортивный крепеж. А, для телефона. Кстати, нет, это шляпа. Шляпненький он. Но стоит 1500 рублей. Тоже нормально. Давайте двигаться дальше. Ой. Там, кстати, Nintendo Switch была. А как-то мистер... Да ну, ну, охуи, ребят. Что? GoPro? GoPro Nero 12? Охуеть, ребят. Это жесть. Я снимаю на 11-ю GoPro, либо 10-ю, даже не помню. А тут мне выпадает 12-я GoPro. Ебать, мистери-бокс просто это пиздец имба, ребят. Просто пиздец, максимальная имба. За 600 рублей мне выпадает GoPro 12. Сейчас, короче, продам, что мне не надо. И GoPro, и Multitool буду заказывать. Посмотрим, как мне быстро это все дойдет. Наушнички. А GoPro 12 и Multitool заказываем. Надеюсь, быстро дойдет. Обычно в течение 3-5 дней. Но посмотрим, вдруг будет дольше. Ребята, вот реально в Питере доставка очень быстрая. Прошло примерно 3 дня. Я уже забираю свои призы. Итак, давайте посмотрим, все ли тут приехало. Да-да-да-да, ребят. О, бей-бей, ребят. Multitool и GoPro 12. Кайф. Ребят, сайт Мистери-бокс мной проверен уже неоднократно. Поэтому залетайте по ссылке в описании. Не забывайте вводить промокод SHTREP, который даст вам плюс 30% первому пополнению баланса. Вот он. На экране промокод SHTREP вбиваете и переходите по ссылке. Играйте в Мистери-бокс и забирайте свою халяву. Все, ссылка в описании. Я погнал радоваться крутой камере, которую я буду использовать теперь везде на помойках. Вообще ништяк. Так. Опа. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Вот это вот надо такая сумочка нам под находки с помойки. А, это подсолнух, блин. Я испугался, думал, кусок чьей-то плоти. Вот под находки. Опа. Так. Шапочка. Коврик для ванны. Ну что? Чего? Кресло. Ой, давай посмотрю. Ох, как его спрятали. Игровое кресло. А ты прикинь, ты его не достанешь. Понял? Из-за бака его прижала. Это Тхундер 3. Тхундер Х3. Капец, оно пропержено. Оно мокрое. Его реально не достать. Оно заблокировано. Его, чтобы достать, придется разобрать. Блин, ну прикольное игровое кресло. Такие на Авито, наверное, продают по 5 тысяч. Но оно вот убитое в хлам. Его просто заселить и все, в принципе, сидеть можно. Ну не знаю. Я думаю, его никак не достать. Оно реально вот. Понял? Или нет? Пиздец. Что за прикол? Реально не достать. О, там чемодан классный. А кресло, типа, игровое, не дать и не взять. Капец, тут стекла сколько. Ой-ой-ой. Опасно. Чувак, опасно. А что тут вот в пакете? Вынос схваты. А вот в этих сумках? Нифига себе сумка. Ебать, она топовая. Офигеть. Правда, в каком-то говне. Что это за бренд? Это бренд Грифон. Urban Gear. Вот столько стоят такие сумки. Видно, очень-очень дорогая. Нифига, она полностью целая. С ручкой. Это типа сумка-чемодан. Чувак, вот это мне надо. Забирай сразу, грузи. Тут еще вот чемоданчик тоже миленький такой с наклеечками. Тоже хорошенький. Давай, берем тоже его для находочек. Так, вот тут в пакете. О, там каркас раскладушки. А вот тут какие-то тряпки. И, кстати, доски вот эти капец топовые. Чувак, там под вот этим всем огромный вынос с хаты. Залутай пока вот этот бак. Ай, какой звук. Вот эти фанеры топовые. Ребят, тут сверху стекла. Но под ними вон еще синий пакет. Это вынос с хаты. Так, вот тут что в мешке? Если это постельное, мне как раз надо постельное. Вроде это постельное. Надо как-то аккуратно его развязать. Да, чуваки, это одеяло. И причем, или матрас. Причем оно топовое, оно не грязное. Оно с биркой, смотри, комплект спального места с бельем. Ебать, не пойму. Воняет, нет? Вроде не воняет. Подушечка даже тоже не воняет. Не надо. Надо. Так. О, ватные диски, но оно какое-то зарыганное все. О, часы. Они новые, прикинь, в пленке. Прикольные, кстати. Боск Япон. Японские? Еще классики, часики японские. О, так они на меня подходят. Они женские, да, или нет, не пойму. Нет, унисекс. Мужские, унисекс? Унисекс. Мне нравятся. Так. Денежки, денежки. Тут купюра упала. Так, а что вот это такое? Это сомоны. Бирминг, тысяча сумм. А, это узбекская. Да, да. Вот еще. Молдова, молдовский рубль. Наушнички. О, стопочка. О, да ну нахер. Ебать. Чувак. Это прям в прямом эфире, братуха, для тебя. Вот, ребят, подписчик приехал пропуски к мусорным бакам покупать. Нифига. Так он целый. Как он включает сзади? Нифига, экран большой. И iPhone 6. А ну, включится, не? LG вообще топовый. И iPhone это какой-то 6s, да? Это шестерка. Шестерка? Со сканером отпечатка пальца. Капец находочка. Чувак, я никак не ожидал. Тут по сути узбекские, да? Деньги были. То есть это узбек, видимо, выкинул. Чай высокогорный запечатанный. Вот еще, прикинь. Лисма запечатанный. Короче, ребят, вот это топ находка. Мы сейчас в гараж приедем. Будем проверять. LG вообще прикольный. Чувак, еще один телефон. Кнопочный флай. Вообще неплохо. Так, флай вообще никак не включается. Но тоже хорошо, да? Все, телефонов больше нет. О, да ладно. Медаль. Ветерану труда. Блин, как такое можно выкинуть? За долговечный и добросовестный труд. Резаться можно. Ребят, я тут просто на грани жизни и смерти. Достаю находки. Кстати, блин, капец. Вот эти доски, они просто божественные. Из них можно в гараже столько соорудить. Вот еще у нас. Офигеть, смотри. Градусник. Температуру мерить. Ленинград, цена 2 рубля 70 копеек. Он может, кстати, коллекционным быть. И иконка. Кто вообще такой выбрасывается? Я не знаю, чувак. Так, а тут у нас... О, зеркало, кстати, топовое вообще. Из Икеи. Вот тут что-то прям старое. Электротехника. Нифига себе. 74-й год, прикинь. Я думаю, ее купят. А это что, фотоальбом? Да, чувак. Это фотоальбом огромный с фотками. Вот, допустим, такая вот фоточка. И оно еще все пахнет таким этим всем советским. О, смотрите, ребят, какой вайб. Люди Жигули купили. И сфоткали с ней. Тут Жигуль прям новый видно. Вот это вайб был раньше, да? Ха-ха, нифига. Какой там патефон сзади стоит. Бля, какие года, интересно. Ну, это прям очень давно было. Ребятки, хотел поделиться с вами очень важной информацией. В общем, мой друг создал программу, благодаря которой можно обыграть игру мины на сайте OneWin. И знать со стопроцентной вероятностью, где будут звезды, а где мины. За один ход он зарабатывает более 23 тысяч рублей. А все, что вам нужно, это посмотреть вот это видео по вот этой подсказке. И посмотрите его от начала до конца. И просто сделайте так, как он говорит по инструкции. Все повторите, и все будет четко. Ребят, раскрыл эту сумку, чтобы засунуть туда находки, вот которую только что нашли. И тут в кармане что-то есть. Давайте смотреть. Какие-то медикаменты. Что это? Летро Ктубикс. Гель для лечения рубцов. Нифига тут этого геля много. Летро Ктубикс. Ну ладно, пусть оно так и будет. Это типа какая-то аптечка в этой сумке. Так, ладно. Нифига, находки вообще интересные. Что, айфон мы чуть подзарядили, ребят. Он чуть-чуть зарядился. Смотрите, он работает. Вопрос только, вот есть в нем iCloud или нет. Если нет, это будет прям шикарно. Остальные телефоны уже проверим позже. Что тут за жижа вообще вонючая такая еще. А помоечка как будто не хочет радовать папочку. Хотя нет, вот там как будто вынос техники. Вот тут ребятушечки, вот пакет походу с техникой. Вот коробка от телефона. О, да ладно, нифига себе. Новый блок питания, USB кабель. Вот это надо мне. К Xiaomi еще. Сразу в карман сюда. Так, ладно, если тут такое выкинули, значит люди не бедные. Вот аж кудишечка. Еще одна аж кудишечка. Еще тут наушнички есть, типа игровые. Но им жопа. Ну так положим, кому надо, заберут. О, да ладно, видеокарта. Затычка. Ну и пофиг, Asus с HDMI входом. Видюха, ребят. Нифига. Так, и что это за видюха? Что, даже модель не написали? Это Asus. Но вот какая модель, непонятная. PSHA GT 1030 02G. Вот столько стоит на Авито. Ну слушайте, за бесплатно-то вообще песня. Сумочка вот такая вот. Кстати, неплохая. Но я такое не люблю. Поясные вот эти сумки. Но на кэшбэк проверим. Не, нету кэшбэка. Генрих Белль. Избранная какая-то книжка. Порванная. Ой, не, видюшечка топ вообще. Ее продать можно будет, я думаю, тысячи за две. Неплохо. Ой, моя одна из самых любимых кормилиц. С надписью Штребух. До сих пор это надпись. Блин, три года уже прошло. Давай я эту сучку на себя возьму. Давай. Так, это стекловая. О, нет, это мутроц. А, детский, блин. Нафиг он нужен. Фу, как говном завоняло прям. Жесть. О, о, что-то техника. Да, что-то тяжелое. Шевролет. О, нифига себе. Чувак, тут компьютерное комплектующее. Фу, тут говном. Чувствуешь, как несет? Шевролет, смотри. О, это что с процессором? Да ладно, тихо, тихо, тихо. Так, материнская плата с процессором. Intel Pentium G 840. Материнка с таким процессором стоит вот столько. Это что у нас за сокет? Сокет 1155. Ну, кстати, не супер прям плохой. Не супер древний. Там еще вот в коробке что-то. Держите. Это вам. Вы же любите такое, да? Конечно. Так, тут еще вот кусочки блока питания. Его разобрали. Вот SATA кабель. Ну, блок питания, я думаю, нафиг он нужен. О, оперативка HyperX. Нифига себе, DDR3. Как раз под эту мать. На сколько? На 2 гига, наверное. А, на 4 гигабайта. 1600 мегагерц скорость. SATA кабель. Ну, так вот, ребят, на помоечке компьютерные мастера вот это подлутываются. И собирают сборки на Авито. Продают, по-моему. Шучу. Так, а вот тут что-то еще есть. Вот в этой коробочке что-то прям. Ножи. Это вроде коробка от ножей. Ля. Ля. Ля какая клава. Ля красивая. Ля. Вау. Проверь, там передатчик есть? Передатчик есть, да, реально? Хоть бы был. Сука, как обычно, нету передатчика, без него она работать не будет. Ну, пиздец. Она реально стильная такая, тоненькая прям. Тут, наверное, у нее еще что-то светится, мне кажется. Клавиатура, как в макбуке, тоненькая. Да, блин, да что ж так такое, люди? Ну, выкидывайте вы эти передатчики-то вместе с клавиатурами. Пиздец, обидно. Клаву можешь выкидывать. Либо вот так кинуть, может. Что заберет? Акуленок, котенок. Акуленок, котенок. Хаги-ваги. Фу, оно все какое-то взарыганное. И из какого пакета тут говном так несет? Я не хочу влезть в каловые массы. А, да, реально, в ведро кто-то срал. Фу, блядь, а ну тут все. Во, во, там все. Нифига себе, БМВ. Ребят, никогда на помоечке Бэху не находил. И помоечка меня услышала и дала БМВ. Нифига себе, колеса даже на дисках, ребята. Обвес какой, какие номера в комплекте. Вот это я понимаю Бэха. Топовое вообще. Я пусть такой шалат построил. Чемоданчик? А молния целая? Молния, да, молния Макуин. А, да ее тут вообще нет. Это мусор. Почти попал. О, помоечка дарит вот такие. Ебать, это что такое? Чувак, зацени. Понял, трусы с дыркой. Для кое-чего. Капец угар. Я, пожалуй, их померяю потом, ребят. Штаны с написинником вот таким. Да. Че, блин, это все вот эти китайцы, да, понапридумывают такого? А там еще, прикинь, костюм. Ой, тут развратный вынос с хаты по-любому. А это что? А, это женское. Прикинь, женские трусы с дыркой. Ебачу нахуй за пиздец. Либо мужское это стринг, короче, пиздец. Не хочу даже это вникать. Но вот это возьму, да, чисто на примерку. Слушай, это для рыбы, да, наверное? Нифига они топовые. Рыбные ножницы. На продажу берем. О, Рычал Су, чувак. Будешь пить? Ну, там только чуть-чуть холикобак Торопилари плавает. Я думал, ты за меня продегустируешь, но придется мне самому. Ребят, она реально холодная. О, наш дымок идет. Вообще божественная. Рычал Су, она полезная. Холодная. О, помоечка одевает. Одевает. О, и дарит сковородину. И приправы топовые. Вот эти приправы топовые. И масло. И сковородку с крышкой. Капец, ребят, сколько находок в Питере. Это капец. Это топово вообще. В Краснодаре такого, блин, давно не видел. Чуть ли не в каждой помойке тут. Вон, какие шмотки топовые. С матшвей. Вон, звуковая аппаратура. Микролаб. Вот, сабвуфер. Нифига. С проводом. Все. Ништяк. О, так там, походу, остальные колонки тоже где-то тут, я так понял. По проводу. А ну, сейчас найдем. Вот тут где-то они, походу. Вот, видно в этом пакете, вот. Так там еще часики. Вот колоночки, микролаб. Помоечка мне тут и музыку уже дарит. Не успел только приехать. Так, а что это еще тут такое? Нифига себе. Так, мышка без передатчика. А, под сигар. Нифига себе. Стальной. Вау. Какие котлы. Такие прям недешевые, как будто. Ну, по-любому, это подделка, никаких опознавательных знаков. Что тут написано? Гунивери, Лаутвеби. Да я думаю, это точно не оригинал. Но забрать их стоит. Вдруг все-таки Орик. Может, эти часы, блин, я не знаю, 10 миллионов стоят. А я их сейчас просто не возьму. Скажу, что это паль. Не, надо забирать обязательно. Ой, чуть меня тут не прибили, блин. Прям на голову упало. Ладно. Я прощаю, как бы, людей за это. Потому что откуда они знали, что я тут? Это что, пятна крови? Кошмар. Так, что за курточка? Вау. Как будто стилевая. А, это женская такая, короткая. Тут все обоссано. А техника есть тут? Вот это для спины как будто приколюха. Тоже, кстати, денег стоит какая-то, да. Равнять спину, осанку. Блин, куда находки складывай. Если мопед-то не влезет. Она будет сейчас сортировать. И это самое болючее, блин. Типа, выбирать все самое ценное. Я привык просто все брать. Вот все, что можно продать, я всегда брал. О, катыш. Угу. Досточки. И еще всякие штучки. О, мыльнорыльного. Порция мыльнорыльного. Мне такое сейчас шампунь бы не помешал. Вот шампунь мне надо. И вот тут что-то есть. Тоже вот мыльнорыльное. Порошок какой-то. О, это клиторалка. О, еще находочки. Так, аккуратненько. Что тут посыпалось? Четверг. Для таблеток эти боксики. Тоже удобная тема. Так, шляпетки. А вот это, кстати, мне... О, идеальная сумка для находок сейчас складывать мне чемоданчик. Во, ништяк, ништяк, ништяк. Так, тут, правда, пакет с мусором. А так, в принципе, чистенько беру. Нифига, блин. Да в каждом пакете что-то есть. Тут шляпетки. Там, блин, чемодан. Там колонки. Вот тут что-то есть. А, еще шляпетки. О, так еще какие? А, лакоста, я думал. Это лососки. Сука, лососки. Лососки. Так, вот колоночки я, наверное, буду забирать все-таки. Как будто неплохие такие забесплатно-то. Это микролаб. М. Стоит на авито вот столько. Ну, а мне, ребят, как обычно, бесплатно. Что помоечка дарит музыкальный вкус. Ровную спину. И еще помоечка дарит солидный набор джентльмена. Сытнейшая. А что у нас тут за выставка? Шляпеток. Шляпеточки. Такие вот всякие. О, рюкзачок. О, с техникой. От такого грех отказываться. Правильно? Блоки питания. Асус. Кабель на айфон. Тотал омега-3. О, айкос. Айкос возьмем. Это еще какая-то еда. О, звуковая карта. USB-шная. Еще витамины. О, это что? А это, короче, новый айкос, походу, люди купили. Да. Вот старый выкинули, новый красный купили. О, да. Версачи духи. Ну, их там как будто чуть-чуть осталось. Так, а тут что? Карточки Сбербанка. Ну, такое я не собираю. Что вы тут делаете, пацаны? А ну, отойдите лучше. Это моя помойка. Помойка, это моя. Вот это можно взять. О, а вот это что? Еще какая-то... О, вентилятор, капец. Да в Краснодаре б за такую находку, блин, драка с бомжами была. Там это максимально актуальный товар, но, к сожалению, не в Питере. В Питере вентиляторы никому не нужны, потому что тут не так жарко. И он, кстати, вообще в идеальном состоянии. По-любому рабочий. В Краснодаре такой можно было бы хорошо продать. О, блендер. Вот такой вот блендер. Блин, ну брать его не буду. Оставлю конкурентом, потому что у меня места же не так много. Там багажник маленький. Технику бы найти. О, жижа для вейпа. Так реально полная. И вот еще полная бутылка жижи для вейпа. Две бутылки. Вот морс, клюква, малина. И еще скиттлс. Нифига себе, ребят. Вот это тема. Я уже задумываюсь над тем, не переехать ли мне обратно в Питер. С такими-то находками, блин. Как будто вообще круто. Я уже отвык от такого лакшери. В Краснодаре такого давно не видел. Чтоб на каждой помойке, блин, находочки такие мощные были. Какая-то сумочка. Вау. О, жену я, кстати. Лео Винтони бренд. Нифига себе. Да она вообще шикарная, как будто. И сразу видно, ребята, что это премиум. Вау. Это Питер, детка, из Питера с любовью. Нифига, сувенирчик. Мини-кружечка. Я ее как раз в Краснодар увезу через два месяца. В Питере я решил остаться на два месяца, кстати. О, флешечка. Вау. Насколько гигов интересно. Домой приду, проверю. У меня компредактор есть. Бейджик, Дементьев, Михаил. О, нифига, он в банке работал. Райфайзенбанк. Вот так вот. Так, ручечки. Кстати, мне нужна одна ручка. Ну, возьму две. И молния центральная. Оно работает? Да. Работает центральная молния, ребят. Вообще классная сумка так-то. Мне кажется, она эта Меденита Ли, что-то такое. Берем. Кофер у меня теперь для находок с помоечки. О, нифига какой удлинитель кто-то придумал. Мне, кстати, на хате он пригодится. О, шмотки. Так, а что по шмоткам? Золо. Штаны Золо. Это не надо. Кстати, тут шмотки-то мужские. Можно... Ой, они все проперженные. Вообще убитые. О, Ли. Ли это нормальный бренд. Ли. А буребавры внутри. Ли. Не знаю, мне вот штаны не надо. Тебе надо? Не. Джинсы, Ли. О. Бабочка в языке. Да, она убитая вообще в план. Так, а что там? Макс решил залезть в бак кайфовать. Прям сполна. Ощутить благодетные находки. О, сюда давай. Нифига себе. Это я постелю на квартире где-нибудь. Шарфик такой. О, не валяшка. Hello Kitty. И Porsche Cayenne Turbo S. Вот сумку оставь под находки. О, тут вторая есть. Ого. Целый плиткорез. Вот это вот ценненькая находка на самом деле. Ребят, плиткорез можно за 500 рублей продать. Он целый. Вот это ништяк. Не успел, блин, в Мурино приехать. Так тут сразу мне находочки. Наушнички. О, шапочка Adidas. Кстати, это вот сейчас можно одеть. Потому что у меня что-то голова мерзнет. Это же Питер, блин, тут холодно. Раньше по моему ездили на велосипедах. А теперь же на мотоциклах ездят. Молодцы. Раньше на велосипедах ездили. Ой, молодцы. А вы помните нас? Нет. Мы реально раньше на великах ездили. Я не знаю, кто-то ездил на великах. Много кто. Много, много едет. На мопеде-то быстрее, силы экономятся. Силы экономятся и чего-то даласьте молодцы. Да, сил хватает пока. Хотя вот мне 30 лет уже. Что-нибудь хорошее? Да, такое он. А там что, джинты что ли? Да. А вы что, собираете вещи? А тут для них? Ну, вообще нормальные. Они от фирмы Ли. Маленькие размеры. Фирма Ли хорошая. Это не дешевая. А вы на себя или на продажу? Да, на продажу. Ну, вот эти купят. Это Ли фирма. Размер какой? Не знаю. Ну, на меня. Да, не за что. Что там, братуха? Клеевые обои. Клеевые обои. Ух ты. Прикольно. Это обои, как наклейка. Сим-карта. О, можно взять. Ой, это мурино чисто, ребят. Роботы катаются, еду возят. Всем, кто в Краснодаре, привет вам. В Краснодаре просто такого нету. А тут вот есть. Да, это та самая помойка, ребят. Где до нас докопался вот чел, который там стоял. А мы на Лексусе-то рылись в этой помойке. Это не постанова была. Это настоящий был человек, как бы вообще. Незнакомый нам. Да, мы были в шоке, короче. Завез, так скажем, он нам контента. Ну, если что, у меня, кстати, всегда в кармане кнопка вызова охраны. Микула компания. То, что я рекламировал в прошлом ролике. Поэтому я чувствую себя в безопасности. О, нифига. Пакет из Сума. С какой-то шмоткой. Да, люди одеваются в Суме. И еще покупают Сенсей одежду в магазине. Это же дешевый магазин. О, кстати, слышно? Как будто вот по помойкам лазить пойдет. Накинь на себя ее. Можешь вместо куртки одеть. По помойкам сейчас лазить. Он уже с котиками, елки. Ты видишь? Оно припалено. Это не говно. Пойдет. А это что? А, это пахучка. Мешочек с пахучками. Автомобильное. Слушай, это в багажник закину, чтобы у меня там пахло. Я люблю, когда все пахнет. Вон, смотри, какой у меня багажник большой. И теперь он будет пахнет. Будет все пахнет. Там внутри будет пахнуть все. Я вижу уже сковородочку. О, шляпеточки. Клобуки. Клобуки. Да, были брендовые. Там, мартинсы. Я бы взял. Так, ноу-нейм. Брать неинтересно. Сосисочки. Сковородочка на алюминий. И крышечка. Ну, блин. Сковородки я сейчас не собираю, ребят. Потому что мне их складывать некуда. Я же сейчас на мопеде таком не особо вместительном катаюсь. Опа, а что вот это? Лоток для кошака. Кстати, неплохой такой вообще. С точилкой. Вот лоток какой классный. Давай его я тут положу. Может, кому надо заберут. Он просто реально классный. Его отмыть. А сейчас хочу вам показать, как я живу в Питере. Как вы поняли из прошлого видоса, я приехал в Питер. А точнее, в Мурино. Дал клич в инстаграме. И мне помог мой подписчик с вот этой квартирой. Сдал мне ее, он недорого. На два месяца. Через два месяца я поеду обратно в Краснодар на зимовку. Вот так я живу. Квартира вообще пустая, без мебели. Но зато есть ванная комната. В которой уже отмачивается рюкзак с помоечки. Который я недавно нашел. Также нашел немножко мыльно-рыльного. Вот это пойдет на продажу. А вот это вот я оставлю себе. Прям Арифлейм. Все такое дорогое. И все бесплатно. Ништяк. Вот еще нашел смазочку для пениса. Вот отложил себе. Лупу. Рассматривать за лупу. Вот эти пирсинги для пупков. И чаек помоечка дала. Но самое важное, что мне сейчас надо. Вот тоже, кстати, мои вещи. Вот сумка с помоечки. Сейчас мы нас залутали. Мне очень нужна вообще кровать сюда. Потому что вот такой тут матрас чисто надувной. Вот, кстати, мои вещи. Рыжки для рейпа. Перцовочка с помоечки. Мои духи. Так вот, мне нужна кровать. И мне нужен стол под компьютер. А сейчас за окном, короче, ночь. И поэтому я сейчас пойду на помоечку. На ночной заход. И буду надеяться, что я найду хотя бы компьютерный стол под компьютер. Потому что вот компьютер стоит. И надо его на что-то ставить. А получится ли найти компьютерный стол? Ну, либо еще что. Смотрите дальше. Так, ребятушки. Нифига себе, не успел подъехать. А тут, смотри. Холодильничек. Саратов. Модель 451. Вот столько на Авито стоит. Но чуть-чуть ржавый. А что это там снизу валяется? Такое интересное. А, это робот. А, это вот это, походу, подсветка ебейшая. Да, да, да. Ебать. Чувак. Охуеть. Это то, что мне надо. Ебать, это вещь. Ты понял, что это такое? Это оно светит вот отсюда. И у меня там атмосфера будет. Держи. Надеюсь, она работает. Да, я ее починю, если не работает. Помоечка дарит мне вот теперь вот такую подсветочку. Ну, что, вот на помойке такого робота починил. И все работает. Заебись. Ребятки. Вот то самое видео моего друга, в котором он рассказывает, как буквально за одну минуту можно заработать более 23 тысяч рублей, обыграв игру мины на сайте OneWin. У него есть супер крутая программа, поэтому кликайте на это видео и делайте все по инструкции, как он говорит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И кликайте вот сюда.